С 10 по 12 апреля в Москве Российский Футбольный Союз провел Всероссийскую научно-методическую конференцию «Актуальные вопросы процесса подготовки юных футболистов». В течение трех дней были рассмотрены вопросы медицинского обеспечения юных футболистов, антидопингового обеспечения в российском футболе, планирования тренировочного процесса, интегральная подготовка в детско-юношеском футболе и многое другое. Юношеский футбол был одно время несколько забыт. Тренеры варились в своем соку и некоторые вопросы, пробелы в своей работе у них, естественно, были. Мы пытаемся восполнить эти пробелы, дать им конкретное направление дальнейшей работы и врачам, и тренерам детско-юношеского футбола. Ну и, в принципе, будущее, скорее всего, у нас, наверное, принадлежит детско-юношескому футболу. В насыщенной работе на конференции приняло участие большое количество специалистов, в том числе и наставники сборных России. Елена Фомина, Михаил Галактионов, Александр Киржаков, Дмитрий Хомуха и Валентин Гапа. На самом деле мужской футбол практически то же самое, что и проблемы те же, как и у нас, потому что мы много говорили об интенсивности и тренировочном процессе, интенсивности игры в международных соревнованиях, да, в элитных раундах, в чемпионате Европы. С чем сталкивается юношеский футбол и молодежный, то же самое у нас происходит практически, ну, аналогично. И хотелось бы, наверное, больше делать акцент вот на этом, то есть стараться вот эту интенсивность, да, поднимать и повышать здесь. И это призыв какой-то, мне кажется, к юношеским тренерам, то, что здесь были, самое важное, чтобы они услышали.